Микс Ньюс Посол Беларуси Латвии Василий Маркович Василий Михайлович, здравствуйте еще раз Добрый день Спасибо, что к нам пришли Много тем хотелось бы обсудить Но я, наверное, хотел начать с такой отвлеченной темы Вот как журналист и русскоязычный журналист Я не могу не спросить Тема, ни одно копье было сломано Беларусь или Беларусь? Отзвучите, пожалуйста, официальную позицию Наша официальная позиция Республика Беларусь Республика Беларусь Будем так говорить, хорошо В рамках этого интервью точно Был этот вопрос спорным Но обсуждался он даже в ООН В комиссии И мы наставим, что мы все же Республика Беларусь А краткое название Беларусь Хорошо, спасибо за разъяснение Ну вот, что касается работы посла Латвия для вас совершенно не чужая страна Несмотря на то, что в этом качестве В качестве посла вы Ну, относительно не так давно, скажем так В сентябре 18 Года еще не прошло, да Как вам в этой должности? Какие у вас впечатления? От работы уже теперь в столице Просто мы приоткрываем, что вы в Далгопилсе очень много провели времени Вы знаете, мне приятно было вернуться в вашу страну Потому что все же, скажу так В начале своей карьеры мне удалось поработать в Далгопилсе 4 года Генеральным консулом Было приятно вернуться Потому что посмотреть, как за эти 16,5 лет изменилась ваша страна К чему вы пришли Я был приятно удивлен, что есть движение вперед Даже зрительно Посмотреть города Ригу, как она похорошела Далгопилс Но мне приятно, что люди, с которыми мы начинали работать Живы-здоровы Я им передаю всем огромный привет Далгопилс, Краслава Поэтому Первый свой визит я совершил в Далгопилсе, в Краславу Те места в Ладгалию Любимую мою Ладгалию Потому что очень красивые места Я благодарен, что мне судьба свела с такими людьми С вашей страной Поэтому я думаю, что в Риге В Риге приятно работать Потому что это все же столица Здесь варится жизнь Здесь идет интенсивная жизнь Здесь культурные мероприятия Спортивные мероприятия Политические мероприятия Это интересно Много коллег моих Посло Поэтому Всегда приятно общаться Всегда приятно решать какие-то вопросы, проблемы Ну и наше двустороннее отношение развивается в позитивном плане Поэтому приятно И я скажу, что Мы благодарны Вашей стране За поддержку нашей страны Мы соседи Будем исходить из этого А соседи должны жить мирно Ну вот если говорить о латвийско-белорусских Отношениях И последних таких Последней повестки Это, конечно, анонсированный визит Александра Лукашенко Который вот Он долго, уже много лет Как бы готовился И вроде как уже Ну казалось, что вот-вот он случится И после визита Улманиса, бывшего президента Когда вот они тепло пообщались С Александром Григорьевичем Он сказал Лукашенко, что он не может не приехать в Латвию Ну в общем, потом этот визит Был все-таки отложен Или отменен И всем понятно Что все-таки произошло Вы знаете, визит отложен Но он не отменен Не отменен Мы активно работали С нашими партнерами С латвийской стороны И Несмотря на плотный график Нашего президента Мы старались Найти именно нишу Где можно было бы Выбрать два дня Чтобы визит состоялся Но подход нашего президента К визитам Очень жесткий Чтобы состоялся визит президента Должна быть Наполненность этого визита И во главу угла Мы ставим Экономическое наполненность То есть Хорошие Мощные проекты Подписание Серьезных документов Чтобы Они действовали Во благо наших стран То есть не визит вежливости просто Нет Нет Визит вежливости Можно встретиться На международной площадке Переговорить И этого наполнения не произошло? Ну Пока Мы не видим этого наполнения Но есть проекты Которые По которым Мы продолжаем работать Нас Радует то что Наши партнеры Подтвердили Приглашение И мы надеемся Что с новым Вашим президентом Эта встреча состоится Поэтому я еще Хотел бы Своего имени Поздравить Вашего нового президента И надеемся Что Этот визит будет Да вот Журналиста Анализируя Вот То почему был отложен Визит Они Насколько можно судить Выдвинули Три таких основных предположения Хотелось бы Чтобы вы прокомментировали Каждое из них Первое предположение Касалось того Что все-таки Наш Теперь уже бывший президент Вейнис Он не стал переизбираться И соответственно Для Лукашенко Встреча с президентом Который Ну вот-вот Уже покинет должность Может быть Не была настолько актуальной Второе предположение Касалось того Что Вот случился Этот такой Микрокризис В отношениях с Россией И может быть Не хотелось Как-то Еще больше На колятости отношения С восточным соседом И третье Совсем такое точечное Предположение Это то Что касается Встречи с спикером Латвийского парламента Госпожой Мурнец Которая Такими взглядами Апеллирует Как правило Ну во многом Отличными От российских И белорусских взглядов Зачастую Может быть Это смущало Тоже белорусскую сторону Нет Вы знаете Я Отметая эти предположения Я подтвержу Тезис Который я сказал Просто Нам не хватило Времени Для проработки Серьезных проектов Которые можно было бы В присутствии Президента Из этих трех Ничего не повлияло Нет Нет Я скажу Что Мурнец Госпожа Мурнец Согласилась На встречу С нашим президентом Никаких вопросов не было Поэтому Это все Ну догадки Либо какие-то Гадания на Кофейной гуще Вот в свое время Буквально два года назад Когда я был на Конгрессе Российской прессы В Минске Очень был Такой теплый прием И меня поразило Когда выступал Александр Григорьевич Лукашенко Перед журналистами Ну со всего мира Говорящими на русском языке Он подчеркнул Конечно Что русский язык Для Белоруссии Всегда будет являться Ну Своим Родным И Ну вот Для нас Например Все-таки Представители Латвии Это как-то звучало Ну как бальзам Действительно На душу Потому что Все-таки Мы Ну Чувствуем Желание Ну вот В Латвии Сделать Латышами Ну то есть Вот русскую часть Населения И здесь вот это Какая-то В Латвии Проживает достаточно Большое количество И этнических Белорусов И в том числе Граждан Белоруссии Все-таки Вот Ну у меня сразу Два вопроса Вот как Как русский Действительно Язык Вот почему русский язык Сохраняется В Белоруссии И Как все-таки Вопросы Вот нацменьшинств В Латвии Именно белорусских Вы собираетесь Ну вот защищать И помогать им Сохранить свою идентичность Вы наверное в курсе Что у нас Два государственных языка Белорусский и русский Они равноправны Мы считаем Что мы сделали Очень правильный шаг В этом направлении Потому что Наш Восточный сосед Россия С которым мы Строим союзное государство Мы во многих Объединениях С Российской Федерацией Наши люди Общаются Семьи переплетены Ну невозможно Чтобы Сделать моногосударство С одним языком Мы считаем Что мы Очень правильно поступили Что у нас Два государственных языка Это наоборот Обогащает Обогащает Наши народы Взаимно Что касается Нашей диаспоры Я скажу Что В период Развала Советского Союза В Латвии проживало Около 120 тысяч Беларусов И выходцы Из Беларуси В настоящее время Более 70 тысяч У нас 17 суполок Которые работают Региональных И есть Союз Беларусов В Латвии Как бы Такой Зонтичная Организация Которая Регулирует Отношения Между региональными Организациями Я скажу Что Очень активны Наши региональные Организации В Давгопилсе Узды В Риге В Энспилсе В Липа В чем активность Как правило В первую очередь заключается Вы знаете Это продвижение Нашей культуры Это продвижение Нашей культуры И продвижение Нашего языка Я скажу Например Что у нас Работает в Риге Одна из двух Беларусских школ Которые у нас Существуют Одна в Вильнюсе Гимназия Вторая Рижская школа Белорусско-молная Я хочу Обрадовать Наших слушателей Что мы получили В этом году Аккредитацию На 6 лет Этой школы Вот если я приглашаю Выходцев из Белоруссии Которые есть Белорусские корни И вообще Граждан Кто хотел бы учиться Белорусской школе Присылайте своих детей Наши классы Там около 200 человек Большой коллектив Я скажу Что мы Очень довольны Оснащенность Шикарная Класса Дети учатся Хорошо Мы помогаем Каким-то мероприятием Вот например Скажу что Летом Наши детишки Группа детей Поедет В наш Лагерь отдыха Зубренок Это будет Две смены И дети Поедут туда Отдыхать Это Ежегодно Мы проводим Такие акции Дети ездят На экскурсии В Белоруссию На елку Президентскую Мы стараемся Помогать учебниками Ищем преподавателей Поэтому Суполки работают Я например скажу Что У нас ежегодный фестиваль Проводится Белорусская песня Которая Проходит В Риге Это такое Как бы Мероприятие Которое Завершает Год Поэтому Я скажу что Благодаря им Язык Наша культура Наша история Остается На территории Латвии Когда Вы назначались На пост Посла Латвии Александр Григорьевич Выдавал Соответствующие Документы Многие Послы Назначались И вот Относительно Вас Тогда Александр Григорьевич Выступил Таким ярким Я не знаю Это может Наказом Даже Может быть Назвать Проложить Белоруссии Путь к морю Путь к морю Проложить Через Латвию Это громко Прозвучало Все это Растиражировали Как обстоят дела С прокладыванием Пути к морю Я скажу Что с прокладыванием Пути к морю Дела обстоят хорошо Потому что Как показывают Результаты Прошлого года Как мы сработали В экономике Около 600 миллионов Торговый оборот Около 500 миллионов Наш экспорт Поэтому Я считаю Что мы достаточно Активно работаем В этом направлении Возвращаясь К первой теме Почему нет визита Мы прорабатываем Два конкретных проекта По портам Вашим Поэтому Я думаю Что это взаимодействует А покупки Я так понимаю Да Портовой инфраструктуры Ну по крайней мере Это прозвучало Уже официально Есть варианты Покупки Вхождения Это обсуждают Специалисты Мы помогаем В этом направлении Поэтому мы думаем Что Экономические отношения Будут способствовать Развитию Политических отношений Но вот опять же В рамках Вот этого вопроса Возвращаясь к России Многие усматривают Ну это такое То что на поверхности Лежит в этом Определенный такой Своего рода Шантаж России Что ли Особенно в рамках того Что произошло Инцидент с нефтепроводом Дружба сейчас Что якобы Вот какой-то поворот Ну вот в западную сторону Потому что Латвия Это часть западного мира То есть И Евросоюз И блок НАТО И так далее Вот как вы Как вы это можете Проконсу Нет я Слышал тоже Такие тезисы Такие высказы Но я считаю Что это Неправильно Мы не собираемся Разрывать связи с Россией Я еще раз повторюсь Но мы строим Союзное государство Это наш стратегический Партнер Но как любое государство У нас есть какие-то Свои интересы Экономические Политические Мы Строя свою внешнюю политику Исходим из того Что Наши соседи Литва Латвия Украина Россия И с ними Отношения должны быть Соседские Мы работаем На взаимогодных Условиях Если нам выгодно Мы работаем с Латвией Если нам выгодно Мы работаем с Литвой Вы знаете Например у нас С Литвой Есть некая напряженность По линии АЭС Но Порты Литвы загружены Поэтому Если это нам выгодно То есть контакты С Литвой Продолжаются Если мы Видим Что экономика Как говорят специалисты Работает Пляшет Мы работаем с Литвой Если нам будет невыгодно Мы уйдем оттуда Так и с Латвией Нам выгодно Вам выгодно Это Развитие экономической связи Это дорога С двусторонним движением Поэтому мы работаем Активно И никаких Как бы Противоречий С Россией Нас нет В этом плане Что касается Островецкой АЭС Да Действительно такая Большая тема Особенно в Белорусско-Литовских Отношениях И заявлялось Один из энергоблоков АЭС Будет открыт Диалог Диалог Диалогу Ну АЭС Поэтому мы Мы можем Дороги Мы можем перевести На отопление На электричество У нас есть варианты Которые мы будем использовать Но все же мы Думаем что Разум возобладает И Дешевая электроэнергия Тоже нужна вам Да Понимаете Вы посмотрите По этому году Насколько Мало водных ресурсов И Это проблема Поэтому Гидролекистанции Хорошо Но когда нет воды И Они работают Не в полную силу Поэтому всегда Должен быть Резервный вариант Который всегда поможет Ну Таким вот странным образом Казалось бы Экономический Такой энергетический вопрос Тоже такая Немножко отвлеченная тема Не знаю Известно ли вам сейчас С большим шумом Вышел сериал Американский Чернобыль Который называется И он Повлиял каким-то странным образом Абсолютно на разные сферы И уже Судя по некоторым статьям Видно что упоминается Белорусская АЭС Не знаю Как вы можете Это прокомментировать Но Не ожидается ли Какого-то еще более Повышенного интереса Хотя и так Это большой интерес Я скажу так Что Мы совместно с вами Пережили Катастрофу На Чернобыльской АЭС И знаем что это такое Для Беларуси это Для Беларуси Не меньше Для Украины Вы знаете что у нас Отошли самые плодородные земли Южных нашей Гомельской области Могилевской области Были загрязнены Брестской области Часть И мы Очень серьезно Отношены К системе безопасности Несколько И мы Уверены что АЭС Которая строится С помощью Российских специалистов С российским реактором Будет работать Хорошо И безопасно Мы тоже в этом Заинтересованы Если кто-то думает Что мы строим Какую-то Ядерную бомбу Нет Мы строим Атомную станцию Которая будет работать На благо экономики На благо нас На благо наших соседей А те самые европейские Стресс-тесты Которые я так понимаю Один как минимум Уже крупный прошел И еще предполагается Какое количество их Но есть специальная программа Которая работает В этом направлении И мы информируем Общественность Информируем Своих соседей Об этом И первый Кажется я спрошу Очень позитивно Поэтому мы надеемся И уверены Что станция Будет работать Хорошо Посмотрите вокруг Ведь у наших соседей Станции работают Еще с теми Старыми реакторами Это уже более современная Система Поэтому В этом проблем не будет Надеете пожалуйста Наушники Мы попросим вас Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Пожалуйста С начала 90-х годов Государственная программа Такая вернее Ну по русофобской Истерии Людей Вынуждала От страха убегать Вот Мои знакомые Убежали в Белоруссию И вот сейчас Они рассказывают Что в Белоруссии Белоруссия Предоставляет Дома И работу Для выходцев Из Латвии Можете подтвердить Или я проверю Спасибо Ну не только Для выходцев Из Латвии Добрый день Предоставляются Дома Предоставляются Дома специалистам В которых мы Нуждаемся Вы знаете Что у нас построены Агрогородки Где Для специалистов Выделены участки И построены дома Поэтому Если Есть Заинтересованность Обращайтесь Мы Будем Помогать Да Просто Еще один Вопрос Связанный С Впечатлениями Это Абсолютно Противоположный Подход К этой Проблеме То есть Наоборот Эти предприятия Успешно Развиваются Вот в чем Секрет Может быть Ну вот Насколько Почему именно Это направление Настолько Успешно Ну Я скажу так Что Вы знаете Что Беларусь В советское время Была Так называемым Сборочным цехом В общей промышленности Советского Союза Она Граничила Как мы говорим Западом Поэтому Это В этом тоже Есть Был смысл Например У нас построены Мощные Нефтеперерабатывающие Заводы Нефтепровод Дружба И все остальные Газопроводы Которые шли через Насу территорию Потому что Мы были Влечены Плюс Хорошие специалисты Поэтому Такие как МАС БелАС МТЗ Другие Мощные предприятия Ну и Вопрос второй На этих предприятиях Работало до 60 тысяч Народа И если было Их закрывать Это была бы Проблема Для государства Поэтому Мы пережили Те 90-е Сложные годы Сложно было Но С помощью Дальневидной политики Руководства Государства Президентом Совета Министров Удалось удержать Это предприятие На плаву А сейчас Используя новые технологии Новые возможности Предприятие работает Поэтому Мы Очень довольны Этим И Это та база Это та налоговая база Которая дает Возможность Формировать Мнутренний Воложий продукт Я Немножко Скажу о другом Я Удивлен Что Общаясь С гражданами Латвии Узнаю Что некоторые Уже 20 лет Не посещали Республику Беларусь Ну вот Открылись границы На запад Мы ринули все туда И посмотрели Как живет запад А Про Белоруссию Как бы немножко забыли Так вот Я приглашаю Приедьте Посмотрите Как изменилась Наша Белоруссия Сейчас есть хороший повод С 21 июня По 30 июня У нас будут проходить Вторые Олимпийские Европейские игры Это мероприятие Европейского значения 199 комплектов Медалей Будет разыграно В 15 видах спорта Плюс Делегация Ваших спортсменов Будет участвовать Более того В 21 году Другой большой спортивный мероприятие Мы об этом еще чуть-чуть поговорим Сейчас все-таки Немножко еще серьезных тем Поэтому приезжайте Смотрите Да Я скажу небольшой момент Что люди Которые будут Иметь билеты Могут въехать Без визы Плюс Будут сниматься Ограничения По транспорту Не будете платить За белтол За проезд по нашим дорогам Много привилегий Много привилегий Получилось в том Что он был приглашен Белорусской стороной Тем не менее Его выдворили Вроде как Под предлогом того Что он оказался В черном списке Причем российском Можете прокомментировать Этот инцидент Знаете Ну я бы не сказал Так жестко Выдворен Арестован Выслан из страны Ну Был закрыт въезд в страну Да Закрыт въезд Такое случается Такое случается Со стороны Латвии В отношении граждан Поэтому Это нормальная работа Просто Людям которые Возможно предполагают Что Это Может быть Пожалуйста Обращайтесь Ранее посольство Посмотрите А предполагать нужно В каком случае Когда Условно говоря Почему я должен Предположить Что у меня могут Возникнуть проблемы Потому что я Там Работаю где-то Или Ну Вы знаете Разные варианты Может быть Какие-то были Жесткие заявления Может быть Были какие-то выступления Может быть Были какие-то статьи Ну Это же жизнь Это же жизнь Какая Жизненная позиция Возможно Какие-то варианты Разные бывают Про содержание Понятно Там списков Спрашивать Конечно Нет смысла Но вот Если у Беларуси Есть черный список В отношении Латвии Насколько он Вообще Большой Ну Вы знаете Я бы не хотел Комментировать Этот вопрос Потому что Такие списки Есть в каждой стране И право Каждой страны Решать Пускать граждане Или нет Поэтому Вот В Китае Сейчас По-моему Даже Практика Требования Предъявлять Свои смартфоны Для Проверки Нет ли там Каких-то В мессенджерах Записей Которые касаются Вот насколько В Беларуси У нас такого нет Еще Мы наоборот Идем на Сокращение Требований По визам Вы знаете Что в отношении Восьмидесяти стран Мы ввезли Безвизовый въезд Через аэропорт Тридцатидневный Причем теперь Тридцатидневный Да Чтобы люди могли Да Вы знаете Что два региона Брестский и Гродненский Нас тоже Безвизовый въезд Можно въехать А сколько популярностью Пользуется Вот этот вот Тридцатидневный Через аэропорт Очень активно Я скажу Что некоторое падение Наших консульских действий До тридцати процентов В европейских странах Потому что люди Не хотят терять время Я знаю Что Наше руководство Прорабатывает вопрос Применения Такого же подхода К Автопереходам Поэтому если Это будет применено То Это будет Очень правильный шаг Посмотрите На славянский базар Будет без визы Въезд На Европейские игры Без визы Въезд Это все шаги На либерализацию Мы готовы И мы предлагаем Нашим Партнерам По ЕС Мы готовы Отменить Визовый режим Но на взаимной основе Давайте Звонок еще Примем Да Слушаем вас Здрасте Такая ситуация Этнически Беларусь Родственники Все проживают В Беларуси Могилевская Область Бабруйская Работает В заводе По 2 часа Допустим С ним попасть В родственников До встречи Допустим Приехать В отпуск Не надо брать Проглашение И надо Соответственность В Бабруйской Ехать Минск За этим Сами Разрешение Как Уйдет Дело Простить Попасть В родственники Беларуси И второй вопрос У меня возникает Я тут скоро Выходи на пенсию А выходи на пенсию Я могу Переехать В Беларусь Где Беларуси Граждан Жить по человеку А не так Присмыкающие В Латвии И тяня Все подробности Спасибо Спасибо Ну вот А в каком регионе Вы проживаете? Я уже Отличил Ну Человек проживает Я так понял Что здесь в Латвии Ну Если Где-то Проживает В приграничном регионе Например В районе Далгопилса Граница с нашей У нас есть Пропуска Которые выдаются Например на два года Можно оформить пропуск И ездить в Беларусь Без проблем На основании прописки Далгопилской Там есть Очерченные границы Этих регионов И можно Уточнить В генконсульстве Далгопилсе Если нужна виза Ну Такие требования Что касается Переезда Конечно у вас Есть право Переехать в Республику Беларусь Конечно есть Если вы этнический белорус Даже не этнический Если у вас есть желание Пожалуйста запрашивайте Разрешение Обращайтесь С посольством Мы Проконсультируем Расскажем Что для этого необходимо Тем более Если есть родственники Это вопрос Решаем И это Выбор за вами Выбор за вами Насколько вы знаете Одна из таких Наиболее конфликтных Дат Для Латвии Это 9 мая Которая недавно Состоялась Вы уже успели Принять участие В мероприятии В Пардаугове У памятника Вместе с послами Россия и Азербайджана Если не ошибаюсь Вот все-таки Как Беларусь Относится к этой дате Имею ввиду Что за последние годы Были такие признаки Ну Которые Говорили о том Что не то чтобы Беларусь Хочет отмеживаться От российского формата Празднования Но хочет как то По своему это преподносить То есть Не Георгиевская ленточка А вот эта вот Яблоневая лента Бессмертный полк Вот из истории Что Беларусь Все-таки как то Неодобрительно Официальный Минск Имею ввиду Относился к этому Какова все-таки Позиция Минска По поводу 9 мая Насколько она отличается От московской Вы знаете Вообще 9 мая Для Беларуси Это святой праздник Я вам скажу Что здесь даже Никаких сомнений Республика Беларусь Пострадала Наверное Больше всех За эту войну И не только За эту войну За 100 лет Через нас Прошло 3 войны Мы не успевали Восстанавливаться Поэтому Мы Эта дата У нас Святая И особая Я скажу Что каждая семья Потеряла Своих близких И положила На алтарь победы Поэтому Бояться о том Что эта дата Будет как то Изменена В республике Беларусь Не надо Что касается Бессмертного полка Я скажу Что Будучи еще Мальчишкой Я вспоминаю Кадры из Минска Когда Во главе Колонны шел Машеров Наши руководители Тогдашней Беларуси Когда Море цветов Ложилось под ноги Победителей И шли с портретами И это Это навсегда было Поэтому Никакого отмежевания нет Что касается Наших ленточек Ну Наши ленточки В цветах нашего флага Мы не считаем это Каким-то Шагом Ухода От 9 мая Посмотрите В каком состоянии У нас находятся Могилы наших ветеранов Наши памятники Для нас Это святой праздник Поэтому Музей Победы Музей Победы Ну я Я говорю что Даже Проехав по Беларуси Посмотрите В каком состоянии Монументы находятся Как мы к этому Относимся Мы строим новые Чтобы Молодежь наша знала Мы Организуем экскурсии Для молодежи Для школьников Ведь главное Ветераны уйдут И уходят К сожалению И мы Когда-то уйдем А кто продолжит Вот это дело Памяти о 9 мая Это наши дети Наши внуки Поэтому Надо работать На перспективу И Я считаю что Наша задача Нашего поколения Это не дать Переписать историю А как вы смотрите Вот на то Как этот Дискурс Что ли назовем Происходит в Латвии Вот все что Каждое 9 мая Возникает Вопросы там Демонтажа памятника Или нет И прочего Как вы видите Вот эту вот Сложную ситуацию Безусловно Многогранную Ну вы знаете Меня позиция Однозначно Тысячи солдат Которые погибли Во время Освобождения Латвии Должны покоиться С миром И должен быть памятник Должны Люди иметь Возможность В этот праздник Поклониться Этим людям Сказать спасибо За то что мы живем На этой земле Поэтому Я считаю что Памятник должен быть Если есть Другие мнения Ну это Право Вашего руководства Вашей страны Как-то решать Но Люди должны иметь Место поклонения И Это должно остаться Давайте еще звонок Примем Доброе утро Доброе утро Пожалуйста Я сначала Слышал ваш диалог Поэтому Может быть я повторюсь Потому что не отвечать Знаете Я отношусь В той категории Лиц Которые в Беларуси Наверное Последний раз был За школьной экскурсией Там я сейчас уже за 40 И у нас здесь Как бы бытует Такое мнение Что вот в Беларуси Да действительно Все как бы здорово Цветет и растет И все это действует Такими способами Ну как у нас говорят Ну там батька с ним Не забыл То есть начиная от алкоголя И кончая С тем остальным порядок Но вопрос Так ли это действительно Что происходит С экономикой Беларуси Какие товары Вот из Беларуси Мне вот самого даже интересно Я вот почему-то редко вижу Да практически не вижу Беларусских товаров Влад Ну помимо водки Опять же Неплохой И еще Когда приезжал Как это был мероприятие Были просто приглашенные гости Из Беларуси И очень интересно рассказываю Они работают на Белайзе Ну вот эти огромные грузовики Которые у вас выпускают Сохранилась ли у вас Эта вся экономика Производство Находит ли это сбыт Как вообще Экономическая ситуация В Беларуси С вашей точки зрения Не так Мы знаем Ну да Мы как раз таки Вы пропустили этот момент Когда вы говорили Ну может по поводу экспорта Пару слов Нет Ну я скажу так Что экономика развивается нормально Я не скажу Что у нас все прекрасно У нас есть тоже проблемы Но мы стараемся Чтобы все современное Все новое Внедралось в нашу экономику Я скажу Что у нас например Сейчас строится Белорусско-китайский парк Великий камень называется Великий камень не потому что Это название китайское Это деревенька Так называлась Под аэропортом Которая стала местом Этого мощнейшего парка Я скажу Что там Очень большие преференции Для Фирм Предприятий Которые входят В этот парк Например Там строятся заводы Суперсовременные Заводы автоматы Например Сейчас заложен завод По производству двигателей Евро 5 Евро 6 Чего нам недостаточно Для наших МТЗ Для наших МАЗов Поэтому Там Строятся предприятия По сборке Компьютеров Или другие Которые могут Нас продвинуть вперед Мы не хотим Оставаться на задворках Где-то Развитие Поэтому Делается очень много БелАЗ БелАЗ держит Я вам скажу 70% Мирового рынка Сумасно 70% Это факт Это факт И это Я скажу Непростое дело Это непростое дело Потому что Эти Самосвалы Большой грузоподъемности Работают в карьерах Я вам приведу пример Что сейчас Например Делается Самосвал Уже Испытывается На руднике С Как мы говорим С электронным управлением Без водителя То есть Можно сидеть в офисе Где-то И управлять Но там Колесо Колесо буквально Чуть ли не с трехэтажный дом По большому счету То есть Там и кажется Совершенно каким-то Невероятным Что касается Поставки нашей продукции Я вам скажу Что мы поставляем В Латвию Около 510 единиц В пересчете Это от иголок Шляп Рубашек До конфет Которые на центральном рынке Кстати можно купить Да Но Что касается Продуктов питания Ваши всегда граждане Приезжая в Белоруссию Хвалят наши продукты питания Савушкин продукт Наши колбасы Мясные изделия Да Но Чтобы войти на рынок Евросоюза Необходимы сертификаты Сертификаты Дорогостоящие И чтобы Попасть Например На Прилавок магазина Это стоит Очень дорого Но я вам скажу Что на Вашем рынке Уже попадается Наша Рыбная продукция Санта Бремер Наша минеральная вода Наши конфеты То есть Потихоньку Мы начинаем Выходить Ну что касается Сложности Простите То и в обратную сторону Как я понимаю Работает Потому что Эта история С рижским двориком Наверное Тоже вам хорошо известна Довольно так громко И ярко Был открыт этот дворик Вместе с участием Теперь уже бывшего Мэра Ушакова Через год он закрылся И как я понял Валазельцы Все таки Пожаловались на какие-то Бюрократические Препятствия Вы знаете Не каждый проект Реализуется Не каждый проект Реализуется Если бы каждый проект Реализовался Было бы неинтересно И было бы наверное Очень просто Да Наверное Не заиграла экономика Наверное Не выгодно Наверное Не так Мы исходили Из того Что Рижский дворик Это какое-то такое место Где Когда Прорабатывали Проект Где можно было бы Пообщаться С людьми Узнать О культуре Латвии А в конце Концов Это превратилось В какой-то магазин Где продавались Только шпроты И бальзам Ну Наверное Не до конца Владельцы Либо разработчики Проекта Проработали эту тему Вы так это видите В общем Я верю Это так Вот возвращаясь Может быть К звонку Нашего слушателя Все таки У нас не так много Времени Ведь я понимаю Что люди Действительно Хотят получить информацию О Беларуси Многие вот не были Со школьных Как вот Звонящий сказал Времен Может быть Для тех Кто подключился Только сейчас Еще раз Напомните О тех возможностях Как можно Используя И славянский базар И приезжая На какие-то Большие мероприятия Олимпийские Всевозможные Каким образом Все таки Можно попасть В Беларусь Без каких-то Бюрократических Проволочек Без виза Начнем Без виза Латвия Вошла в те 80 стран В которых мы ввели Без визовый въезд Через аэропорт Сначала было 5 дней Потом до 30 дней Чтобы люди Которые могли купить Может путевку Где-то Сидеть в санаторий Отдохнуть Посмотреть Пообщаться с родственниками Это один вариант Второй вариант Конечно это крупные мероприятия Которые проходят В Республике Беларусь Вот вторые Европейские Олимпийские игры При наличии билета Въезд до 30 суток Пожалуйста Это на открытие Либо на какой-то Конкретный вид спорта Бокс Каноэ Там Водные виды спорта Футбол То есть вы купили билет Пожалуйста Въезжайте В Республику Беларусь Прошу прощения В WhatsApp У нас спрашивают Как раз По этой теме Для неграждан Латвии въезд Также по визам Да И никаких там Отклонений тоже Не предусмотрено Что касается Других вариантов Ну при наличии Желания Можно обратиться В консульский отдел И получить визу В зависимости от ваших Есть деловая Есть туристическая Есть гостевая Любые варианты визы Я вам скажу Что все Вот я уже Здесь 7 месяцев И смотрю Что у нас каждый день Есть посетители Консульского отдела И все люди Которые обратились Принимаются В тот же день Нас никто Не остается Не На улице Что мы не приняли В этот день Все люди Принимаются И получают Либо консультации Либо конкретные Какие-то Решаются вопросы Ну что ж Спасибо большое Подошло к концу Время нашего интервью Посол Беларуси Республики Беларусь В Латвии Василий Михайлович Маркович Спасибо вам еще раз Мы с вами ненадолго прощаемся У нас впереди Обзор пресс И потом Разговариваем Спасибо вам Хорошего дня Спасибо